Верховную Раду выборы. Мне бумажка эта не пришла, не пришла. Так, ну ладно, я ж, что вы делаете? Берете с паспорта, нормальный гражданин Украины, идите туда, где их будет, правильно? Ну да. Прихожу, никого ничего нету, избирательного участка нету, информации ноль, ничего нету. А у меня жена инвалид, я пришел с полуслепым человеком, инвалид первой группы. Что мне делать? Что мне делать? Начали смыкаться, смыкаться. Ну тут у нас там ногу, может вы знаете, лавка есть, хлебная будка. Там хорошие девочки. Работают, общительные дела. И они подсказали, где можно найти этот избирательный округ. Почему нету информации по поводу переноса избирательного участка? Это что называется? Срыв выборов. То есть человек пришел, старенький, посмотрел, развернулся и ушел. Он не выполнил свой гражданский долг. Правильно? Правильно. Пришли, слушайте внимательно. Надо было утром прийти, что вы сейчас пришли? Я тогда была и на красное, и на мазу, надо было в субботу, надо было с утра прийти на случку. Ну нет. Ну нет. Я вам серьезно говорю, сейчас пойдете с господедов туда. Я к этому секретарю говорю, вы что? Говорю, в общем, я жена туда. Что вы делаете? Га-га-га-га. Без смеха эта самая. Вы покажите, где вы здесь, где вы, где вы. А я за вами бежала по улице. Три раза. При полицейских. Я вас пыталась. Вы сюда опустились. Я сказал, я пошел до инвалидов догонять, чтобы под материнью попал. Вы говорите о том, что люди убивают, а вот они правы. Они правы. Что это? Надо ли вы чекать? А почему их перенесли сюда? Потому что там приемная комедия студентов, и там учать нельзя по политическим и по политическим нормам. И будет будет... Информация... Подождите, что это? Информация о том, что перенесено ноль. Ноль. Нет там никакой информации. Почему вы не посидите? Нету. Не надо делать мне это самое неправильное. Нет там никакой информации. Так вот? Докладать вам могу только так, если мы пройдем... Мы пройдемся. Я пройду с корреспондентом Казани. Я же пройдемся с помощью. Обязательно. Я покажу и... Я нам тебя предлагаю. Идемте. Почему она мне предлагает себя, как это самое? Простите, я вам покажу. Так что просидите себя, предлагаю. Такой вопрос не к нам, а к ВК. Мы в ВК 7 числа принимали комиссию по адресу Казанцево 3А. Никаких изменений в СВК на встать ничего. А мы откуда знаем? Мы дельничная выборщая комиссия, которая подчиняется окружной выборщик комиссии в Мариуполе, номер 58. Мы принимали эти документы по этому адресу. 7 числа мы открываем комиссию и вывешиваем на стекле в пятом корпусе объявление о том, что комиссия перенесена по этому адресу. Вы всегда здесь голосовали. А сейчас вам что сказали? Ничего мне не сказали, я пришла просто сюда. А тут ни объявления, ни какого. Ну, конечно, не буду голосовать, так как комиссия заинтересована в том, чтобы я голосовала и люди. Я с дачи случайно приехала раньше. Что? Где это? Где я там проискать? Да пошли вы в черту. Да что это? Вы видите, что приходят пожилые. Пошлите, я вас отведу. Давайте я вас отведу. Возможительно вы себя ведете. Каждый раз здесь. Первый раз, когда голосовали, никакого объявления. Мы ходили туда. Ой, ладно, не хочу. Слышите. Мне эта девушка, я бы никогда не нашла. Вот мой дом. Я четки куда, 82 года, дошла. Потому что никто не соизводил объявления. Вы видели здесь объявления? Вот такое возможности. Ну, а я какой поколок? Ну, я не знаю. А он очень маленький был. Здесь есть долгая шкала. Это объявление, и его совершенно не так случилось. Их объявление, и приемная комиссия. Есть это право, что я не прохладываю. И прекрасно, прекрасно понимают, что это уже были объявления. А вот, люди, я не знаю, что это сложно, но вы не забыли. Вы не мучили. Вы подпишите голосовать? Нет. Вы пройдите, пожалуйста. Я в дачу специально приезд, когда раньше тут прошла. Вы пройдите, пожалуйста, к жалову. Там пристала. Вам выделяют внимание. Спасибо.